Но, кстати, никто почему-то не сказал про униформу спортсменов, да? Да. Что они говорят, мне нравится, когда спортсмены надевают свои облегающие штаны, футболки. Все говорят про военных, про, не знаю, про медработников и так далее. Но в нашей студии появился человек, эксперт. Конечно, это Ариат Рахмолин, чемпион России по бодибилдингу и персональный тренер. Вот с ним мы можем конкретно поговорить про спортивную форму, про то, без чего нельзя обойтись, как минимум, на тренировках. Итак, доброе утро, Ренат. Доброе утро. Ренат, расскажите, вообще, спортивная форма, она действительно играет большую роль при занятии спортом? Важная. Важную роль. Важная роль. Почему? Во-первых, удобно тренироваться. Во-вторых, приятно смотреть, особенно на девушек, в красивых леггинсах, например, в топиках, рашгардах. Ну и в целом это просто комфортно. Понятно. То есть есть и упражнения, которые могут, ну, понятно, сковывать, или, по-оборот, должны движения не сковывать, да, есть такая одежда. То есть какие упражнения можете продемонстрировать, что действительно вот нужна одежда специально, какая-то гибкая, эластичная, удобная или большая, не знаю, свободная? Потому что упражнения, вы говорите, то есть должны быть свободными, что вам легко там то-то делать или как. Ну, девушки, на первую очередь, любят тренировать ягодицы на тренировках. А сейчас очень модно одевать штаны с пуш-апом для подчеркивания твоих поп. А зачем? Твоих поп и ягодицы. Да, даже если их нет, они все равно будут. А можно мне ворваться из новостей? Так они это... Так это все не наста... Это обман. Это не настоящее все? А мы сразу не поймем, пока... А это чего? Так это пуш-ап, понимаете? Такая форма для того, чтобы еще дополнительно увеличить. Просто подчеркивает округлость ягодиц, приподнимает их, стягивает, как еще сказать, подругу. То есть, когда снимаешь такие штаны, ты как будто обратно... Я не проверял. Да? Я не знаю. Ренат такой, так, все построились, быстро все снять штаны. Так, у вас, смотрите, как... Смотри, расскажите, как, на что нам сделать упор при выборе спортивной одежды? Потому что вы тренируетесь и сами тренируете, потому что и обувь очень важна. Давайте с одеждой начнем. На что обращаем внимание? На самом деле, парни вообще не заморачиваются, как им одеваться. Главное, чтобы им было комфортно, удобно. Футболка, шутки? Да, балахоны, свободная одежда. Девушки одевают максимально яркие, со всякими возможными принтами. Чтобы выделяться или как? Конечно. Чтобы это и было приятно им самим тренироваться, показать им свою красивую фигуру. То есть, яркое, что-то тянущееся, да? Кто-то любит леггинсы тянущиеся, кто-то любит, сейчас очень модно, шорты-юбка, например. А, шорты-юбка. Вроде короткая такая юбочка, я приподнимаю, что там шортики оказываются. Опачки. Секретные. Ну, то есть, функционала она особого не несет, это просто красиво. И удобно. Я только думала... Делать движение удобно, тебя ничего не сковывает. Ты спокойно тренируешься, наверное, мужчины на тебя смотрят, мужчины еще интенсивнее тренируются, ну и тебе приятно. Мотивирует, да? А если мы говорим про обувь, давайте затронем тему спортивной обуви. Вот тут вот действительно она играет большую роль или здесь без разницы? Вы же там поднимаете какие-то тяжести, приседания делаете, она нужна? Если мы берем у спортсменов, например, тяжелоатлетические, ну, тяжелоатлетические, то это штангетки. Штангетки? Да, удобная платформа, чтобы плотно нога стояла, ну... А визуально так вот они отличаются от обычной кроссовки? А она, естественно, на обычной кроссовке подошва мягкая, а у штангеток она плотная, твердая. Впервые слышу на штангетке. Вы понимаете, штангетки это когда танк? Штангетки. Нет, я говорю, тангетки это когда танк, а штангетки это когда штанга. Все просто. То есть получается так, вот тяжеловесство выбирает свою обувь. А так вообще, по сути, обувь должна быть на плоской подошве, желательно. Без всяких вот этих закруглений. Для бега можно использовать такие варианты, например. А как вы... Тоже вот они же приходят в спортзал, они бегают, они приседают. Какая-то универсальная обувь должны выбирать. Ну, сейчас я... Как бы нет такого, что все приходят в зал и прям работают с большими весами. Так, для понижения тонуса, чтобы все было красиво, чтобы обувь соответствовала твоему выбору одежды. Все, чтобы было красиво. А мне, знаете, кажется, сейчас, если ты спортсмен и приходишь в зал, то ты не только об одежде беспокоишь, ты еще бутылочку себе покупаешь, ты еще, например, коврик для йоги персонального. А кристалларовать эти, да-да. Ты еще какие-нибудь, что там у них бывает? Красивые напульсники себе купил. Здесь такую повязочку. Главное, ты мне не забыть, что ты пришел тренировать. Да-да-да. Пока все ты оденешь. Не забыть, зачем пришел. Кстати, а согласитесь со словами, Наталья, что действительно баночка, вот эти всякие штучки, это все носится, ну как будто... Носится, да, я тоже ношу баночку. Расширилась эта вот униформа спортсмена. Вот о чем мы сегодня говорили. Последний момент. Мы сегодня международные костюмов. Да, понятно, перебирали костюмы тут. Но вы-то сами костюм носите в жизни? Вообще нет. На передаче задумался, может, все-таки на классику перейти. Давайте пройдем эксперимент. Было бы круто, если бы Ренат в следующий вторник пришел действительно хотя бы раз показать всем, как он выглядит в классическом костюме. Мне кажется, это было бы просто, просто круто. Слушайте, давайте спор. Давайте попробуем. Я выйду из новостей. Давай, разруби, допускай. Ренат такой, нет, я не согласен. Значит так, Валерий Сенькин говорит, Кинул вызов и говорит, что Ренат не придет в классическом костюме. А я приду в спортивном. А ты в спортивном? А я в спортивном, тогда будет интересно. Он в классическом костюме, а в спортивном. А я в чем? А меня там не планируется? А я судья, а я в классическом плачушке. Итак, 20 октября, следующий вторник, Ренат приходит в костюме, там как-то рубашка, ну, желательно бы еще галстук. А я в спортивном костюме буду. Туфли тоже. И туфли тоже, конечно. Удивительно. Ох, Ренат, соглашайся, давай. Разбивай, как там, что, рыба-карась игра началась? Началась. Ура, все. Мы благодарим Рената Рахмолина за то, что он посещает нашу студию, делится советами и призывает всех быть здоровыми, заниматься спортом. Огромное спасибо. Спасибо. А также за то, что он готов к экспериментам.